Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Тарамобил на Янаульской 1А Вратарь Таруса Данил Тарасов и защитник Марк Рубинчик в составе сборной России стали обладателями бронзовых медалей на молодежном чемпионате мира, с чем их поздравили и вручили подарки от имени клуба. Завершив торжества, перешли к делу. Первый период остался за хозяевами площадки, но счет открыть не удалось. Хотя надо отметить, что Тарус редко покидал зону гостей. Работы у голкипера нефтекамцев Андрея Кореева практически не было. В начале второго отрезка Егор Дубровский переиграл Рафаэля Хакимова, но радость была преждевременной. Гематов, оказавшись в площади ворот, задел вратаря, так что шайбу не засчитали. К середине матча Тарус добился своего и открыл счет. Станислав Голованов отдал пас на Артемия Грязева. Он выстрелил поворотом, но Хакимов отразил бросок. И тут на добивании подоспел Артем Гордеев. 1-0. Вскоре случилась и первая потасовка. Нападающий «Металлурга» что-то не поделил с Артемом Пименовым. До этого 68-й номер нефтекамцев получил травму и не смог продолжить игру. Затем в кулачном бою с противником сошелся Андрей Банников. И под одобрительные крики трибун отправился отбывать штраф. Не остался безнаказанным и игрок «Металлурга». Еще одно удаление Столевара схватили за подножку Илье Бачкову. В результате наш защитник получил повреждение. Зарядившись спортивной злостью, нефтекамцы забили гостям во второй раз. Это произошло под конец периода. Егор Дубровский удачно подставил клюшку под бросок и шайба попала в цель. Ассистентские баллы заработали Максим Рогов и Эдуард Гематов. Счет 2-0 стал итоговым. Андрей Кореев оставил свои ворота в неприкосновенности. Хотя иногда казалось, что шайба уже неминуемо влетит в сетку. Серьезный соперник. Очень хороший матч получился. Действительно боевой, интересный. Наверное, для всех. Где-то выпустили инициативу во втором периоде. Но при этом забили два очень нужных гола. Ну а в третьем сыграли по результату. Правильно, где-то были небольшие ошибки. Но тем не менее, правильно сыграли. К сожалению, два игрока выбыли у нас. Я не знаю, насколько. Но не выбыли. Пришлось доигрывать игру в усеченном состоянии. Насколько серьезными оказались повреждения Бачкова и Пименова, оценят врачи. А Тарос зарабатывает еще два очка и остается на третьем месте турнирной таблицы. Следующая игра пройдет 17 января с Красноярским Соколом, который занимает 14-ю строчку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok